Более 300 жителей округа встали на лыжи в рамках всероссийской массовой лыжной гонки. Из-за крепких морозов в феврале Лыжню России 2015 перенесли на апрель. И как оказалось не зря, прекрасная погода и огромное количество участников сделали традиционное спортивное мероприятие настоящим праздником. Алексеевы в лыжной гонке принимают участие каждый год. Чья это заслуга? Конечно, главы семейства Павел, учитель физкультуры. И в этот раз семья из пяти человек плечом к плечу дружно покорила снежную трассу. Пропагандирую здоровый образ жизни и любовь к спорту. Показываю личным примером всей семьей. Две дочки и сын на лыжах бегают с самого раннего возраста. Дома каждое утро зарядка, а по выходным и на каникулах походы в лес. Виктория, старшая дочь, мудро замечает – главное не победа, а участие. Мы занимаемся, я дома отжимаюсь, поднимаю ноги, и папа тоже. Мы каждый день почти так. Лыжный спорт в Ненецком округе – любимый вид спорта. Все условия для него есть. Снега в достатке, морозы крепкие, а лыжная трасса хорошо оборудована. Уроки физкультуры в школах с декабря по апрель проходят на улице. Не научиться кататься – просто нереально. Илья – юноша спортивный. С детства он занимается тэквондо, любит футбол и не оставляет без внимания лыжный спорт. Я довольный. Главное – победа. Не отставать, чтобы заниматься в первые места. Массовый спорт дает возможность людям улучшать свои физические возможности, укреплять здоровье и продлевать долголетие, а значит, противостоять негативным воздействиям на организм. Когда у нас все школьники, вся наша молодежь будет кататься на лыжах, когда у нас будут проводиться постоянно массовые соревнования по лыжам, когда будут постоянные, регулярные проводиться мероприятия, я вас уверяю, что появятся и ребятки, которые будут показывать результаты выше, чем все. А дальше уже наша задача – подготовить спорт высших достижений. Понятно, что это не массовый вид, но отдельные наши звездочки должны иметь возможность блистать не только на российских чемпионатах, но и должны получить возможность выхода дальше. Участвовать в гонках смогли все желающие. Дистанции лыжни разделились по возрастам. Пять километров прошли юноши и девушки с 97-го года рождения и моложе. Десять километров – женщины и мужчины с 96-го года рождения и старше. Символически 2015 метров пробежали учащиеся первых шестых классов. Лыжня России в Ненецком округе в этом году собрала более 300 участников. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Каждый участник получил грамоту, шоколадку и лыжную шапочку. Кстати, впервые в этом году Министерством спорта России лыжня в Ненецком округе включена в календарь всероссийских спортивных гонок. 2015 метров прошли и участники ВИП-гонки. В праздничном забеге участие приняли спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, а также лыжники-любители, представители власти и руководители предприятий. Трасса очень хорошая, несложная. Самый главный настрой сегодняшний, да, и сегодняшнее соревнование, действительно, как праздник. Награды в рамках лыжни России были разыграны в шести номинациях. Победителям и призёрам вручили кубки и медали. Однако самым большим рекордом массовой гонки стали жизнерадостные лица участников соревнований и праздничная атмосфера.